Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем седьмую, заключительную главу третьей Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайной Великановой. В предыдущей главе описывалось чудо Божие. Шестая глава — это, может быть, самая главная, кульминационная глава третьей Маковейской книги. Весь народ, проживающий на территории Египта, все иудеи собраны на ипподроме, где ждут неминуемой смерти. Приводится молитва священника Елеазара. И вот в ответ на эту молитву Бог спасает народ. И царь меняет свое мнение об иудеях, позволяет им устроить праздник в честь своего спасения, избавления, и пишет особое письмо. А вот о чем было это письмо, об этом как раз говорится в седьмой главе. Итак, письмо царя Патоломея. Царь Патоломей Филопатр наместником в Египте и всем должностным лицам желает здоровья и благополучия. Мы и сами благополучны, и дети наши, поскольку великий Бог направляет наши дела так, как нам угодно. Некоторые из друзей часто коварно к нам приступали и убедили нас собрать вместе всех иудеев со всего царства и казнить их чудовищными пытками, как изменников. Причем ссылались они вот на что. Пока это не будет исполнено, из-за ненависти, которую иудеи питают ко всем народам, дела в государстве никогда не достигнут благополучия. Ну, действительно, несколько глав назад мы читали письмо того же самого Патоломея Филопатра, где он так и пишет. Иудеи, вечные изменники, вот они нас ненавидят. Пока мы их не уничтожим, народ наш не будет благополучен, дела в царстве не будут благополучны. Только это он сам писал. А теперь оказывается, что это некоторые его царедворцы, друзья, так его подначили, подтолкнули к этому, а сам-то он думает совсем по-другому. Они-то, иудеи, вот во всем нас ненавидят, ненавидят всех народов. И дела в государстве никогда не достигнут благополучия, пока они не будут уничтожены. И вот эти царедворцы, эти друзья, они-то и привели их в оковых, подвергая побоям, словно невольников или даже изменников. Без всякого дознания и следствия попытались уничтожить их, припаявшись жестокостью свирепей скифского закона. С этими мы обошлись сурово и грозно. Так что только благодаря нашей доброте ко всем вообще людям мы оставили их в живых. Ну вот якобы были царедворцы, друзья, которые подговорили. Птоломея, и сами провернули всю эту операцию. Собрали всех иудеев со всех египетских населенных пунктов и жестоко, избивая их в оковых, как рабов, как изменников, привели их на этот опподром. И вот царь говорит, мы наказали этих царедворцев. Жестоко и сурово и грозно. Те, которые вот так поступили с иудеями, оставили их живыми только благодаря нашей доброте ко всем людям. Затем памятуя о том, что небесный Бог, надежный защитник иудеев, всегда воюет на их стороне, как отец на стороне сыновей, а также памятуя об их несомненной дружественной благонамеренности, оказывается, уже благонамеренность у них, по отношению к нам, к нашим предкам, мы правосудно освободили иудеев от всякого обвинения, в чем бы то ни было. Приказали всем и каждому отправляться по домам, дабы нигде никто ничем им не вредил и не обвинил их в том, что произошло вопреки здравому смыслу. Знаете, если мы начнем строить против них какие-нибудь козни и доставим им какое-то огорчение, то ни человека, Всевышний Бог, владычествующий над всякой властью, всегда неминуемы выступят против нас, чтобы отомстить за такие деяния. Будьте здоровы. Вот такое письмо, новое письмо царя Птоломея, которое, конечно, во всем противоположно приведенному раннюю письму. Теперь оказывается иудеи добронамеренные, и царь снимает с них всякое обвинение. И говорит о том, что Бог защищает иудеев, так как Отец защищает своих сыновей. Получив это письмо, иудеи не спешили тача же пускаться в путь, но попросили царя о том, чтобы те из рода иудеев, кто добровольно отступился от святого Бога, от закона Бога, были заслужены ими наказаны. Вот еще кто есть. Есть изменники, есть те, кто, желая избежать этой участи, рабства, а потом и смерти, согласился служить идолом, отрекся от закона Божьего, отрекся от исполнения заповедей. И вот иудеи в этот момент своего спасения требуют наказания таких отступников. Они обосновали это так. Кто ради собственного брюха приступил к божественным повелениям, никогда не будет питать доброго расположения и к царскому правлению. Ну, логичный довод. Если человек, спасая жизнь, спасая свою безопасность, вот ради собственного брюха, как здесь сказано, готов отречься от своей веры, то и в жизни военно-политической государства он тоже неблагонадежен. А когда начнется война, можно положиться на такого человека? Или точно так же, спасая свою жизнь, он очень легко предаст, если он Бога своего предал, не предаст ли он своего царя, своего военачальника? Поэтому требуется наказание для таких людей. Царь, признав их правоту и одобрив их, представил им полную свободу действий. Повсеместно в его царстве открыто и без особого царского позволения или надзора уничтожая те, кто приступил закон Бога. И тогда, поблагодарив его, как подобает, священники в Салатопа возгласили в ответ «Аллилуйя!» и радостные удалились. «И вот, если попадался им на пути соплеменник из числа осквернившихся, они примерно его наказывали и прилюдно предавали позорной смерти. Они истребили тогда более трехсот человек, провели этот день веселья, радуясь, что одолели богохульников». Ну, вот такая ветхозаветная тема. Не только здесь говорится об избавлении Божьего народа, но говорится и о наказании грешников. Потому что этот текст, конечно, писался как такое назидание, не только как рассказ о спасении Божьем, но и как назидание для иудеев в период уже римского завоевания. Вот что бывает с отступниками. Вот как должны быть по справедливости оказаны отступники. «Сохраняйте верность Богу и Его законам». Вот как бы об этом говорит здесь автор Третьей Маковейской книги. «Сами они, до смерти верность Богу сохранив и сладости спасения в полной мере вкусив, выступили из города, увенчанные всевозможными благоухающими цветами, весело и шумно, благодаря Богу своих отцов и вечного спасителя Израиля, песнями хвалы и всевозможными гимнами». В ту сторону их везли на корабле, скованных в трюме, так что они не видели солнечного света. У них были одеты железные цепи, наручники, кандалы, веревки на шеях, а обратно они идут таким вот веселым шествием с цветами, с радостью, с пением. «Когда они пришли в Талемаиду, которую за особенности этой местности называют разоносной, там, по их общему желанию, в течение семи дней их дожидались корабли». Ну, спорят ученые, что это за место такое, но вот они пришли в какой-то населенный пункт, Талемаида. Сложность в том, что населенных пунктов с таким названием было огромное количество. Династия называлась Птоломия, вот царь Птоломий Филопатр, и вот в честь Птоломии, в честь этой династии, буквально десятки разных населенных пунктов были названы. Ну, это как, я не знаю, в советское время, в Советском Союзе, как что-нибудь имени Ленина. Ну, в каждом городе таких учреждений было много. И по общему желанию, в течение семи дней их дожидались корабли. Там большой порт, в этом месте, вероятно, был. Это все на реке, Нил. И вот перебираться из одного места в другую удобнее всего на кораблях. «Они устроили пиршество, празднуя свое спасение, поскольку царь щедро снабдил каждого всем необходимым на дорогу до собственного дома. И когда они все благополучно сошли на берег, вознесли подобающее благодарение, они точно так, как и там, постановили всецело праздновать эти дни, постановили, простите, весело праздновать эти дни, покуда живут на чужбине». Ну, вот здесь некоторая граница полагается этому празднику. Вот до тех пор, пока они в Египте, до тех пор, пока они на чужбине, праздновать это чудесное освобождение. «Они объявили эти дни священными, и надписи на стеле учредили, место для молитвы, там, где был пир, и отправились дальше, кто по суше, кто по морю, кто по реке, каждый в свой дом, невредимые, свободные, ликующие и охраняемые распоряжением царя». Когда-то на каменной стеле выбили надписи о необходимости уничтожения иудеев, а теперь они выбили новую надпись о своем спасении. И вот радостно, свободные и даже под особой охраной возвращаются теперь по своим домам. Кто на корабле, кто по морю, кто по реке, кто пешком, каждый в свой дом. «В глазах своих врагов они обрели силу большую, чем прежние, внушая почтение и страх, так что никто не смел посягать на их имущество. Все они получили обратно все, что им принадлежало, согласно описи». Достаточно такое было детальное, видимо, юридическое сопровождение всей этой операции. Вот каждого иудея, которого хватали, ввели на этот оподром, вносили в перепись, в опись, и то потом даже не справились до конца с тем, чтобы всю эту перепись составить, как мы помним из предыдущих глав. А вот все имущество описывалось. Когда начиналось все, то указ царя был такой, что кто донесет на иудея, что тот иудей, кто будет инициатором того, чтобы вот еще и этого человека схватили, тому можно передать все имущество этого схваченного. Очень эффективный механизм, чтобы быстро вывести всех иудеев. Конечно, найдутся охотники, которые донесут на каждого, чтобы заблудеть имуществом. Но все было переписано. И вот теперь все возвращается обратно. «Они получили обратно все, что им принадлежало, согласно описи, так что те, у кого что-нибудь оказалось из их имущества, с величайшим страхом возвращали назад. Те самые доносчики боялись, конечно, теперь, что теперь им достанется, раз все так повернулось в другую сторону. Но вот возвращали это назад. Ибо величайший Бог довершил великие чудеса ради их спасения. Благословен избавитель Израиля на вечные времена. Аминь». Вот таким благословением заканчивается седьмая глава третьей Маковейской книги и вместе с тем и вся книга. Вероятно, вот когда праздновался этот праздник, эта книга читалась во время благослужения, во время молитвы, поэтому кончается она таким богослужебным практически благословением. Благословен избавитель Израиля на вечные времена. Аминь. Но действительно есть за что благословить Бога, потому что Бог, вроде бы слабых, беззащитных, спасает и избавляет тех, кто на Него уповает, тех, кто Ему верен. Вот это, наверное, общее содержание для всех трех Маковейских книг. Они очень разные. Где-то говорится о сражениях, победах, где-то говорится о мученичестве. Вот в третьей Маковейской книге сражений как таковых нет, мученичества тоже нет. Но вот этот мотив, что вроде бы слабая группа может оказаться победителем, если она верна Богу. Вот этот мотив, он одинаков для всех в трех Маковейских книг, сила не в множестве оружия, не в множестве воинов, не в каком-то земном уповании, а сила в верности Богу, в том, чтобы оставаться сыном Божиим, дочерью Божией, в том, чтобы сохранять благочестивую жизнь, верность Его заповедям, отношения с Ним. И вот тогда ничто не может одолеть такого вот сына или дочь Божия. Вот это общий мотив для всех трех Маковейских книг, а в том числе для этой третьей, которую мы читали для библейского портала «Экзегет» в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Брагинской и Шмайной Великановой.